Давайте представим. Только от вас зависит выбор ткани. Только вы определяете, какая спецодежда будет на работниках предприятия. Вы специалист высокого уровня. Вы разбираетесь во всех нюансах и требованиях. От вас ждут результата. Поэтому вам важно все. Производительность, безопасность, здоровье и жизнь ваших работников. Самое важное — это выбор ткани для спецодежды. Из общей массы предложений, а их в России не так уж и много, можно выбрать оптимального поставщика, сравнить все «за» и «против». Самое дешевое предложение — смесовые китайские ткани. Наверное, оно и есть самое лучшее. Давайте его рассмотрим. Вот ткани произвели на фабрике в Хебей и отправили в Россию. Расстояние до Москвы — 6 855 километров. До Екатеринбурга — 5 470 километров. Даже до Новосибирска, целых 4171 километров. Так почему эти ткани дешевле даже после таможенных сборов и транспортировки через всю Евразию? Дешевый китайский труд — это миф. Еще 10 лет назад в России вся спецодежда была сделана из хлопка. Но хлопок — не дешевое сырье, а китайская предприимчивость требовала сверхприбылий. Мусор в дело. Пустые пластиковые бутылки стали материалом для производства полиэфира, а дешевые красители на основе формальдегида стали заключительным аккордом в производстве нового поколения сверхдешевых тканей. Задача решена. Вот она, дешевая ткань из пластиковых отходов. Змея выпущена из бутылки. Вроде все хорошо. Дешевые смесовые ткани похожи на настоящие, почти как пластиковое яблоко похоже на настоящее. Как ароматизаторы в дешевой газировке идентично натуральным. Но насколько безобидны эти ткани? Смесовая ткань выделяет формальдегид, который вызывает тяжелые болезни легких, рак, бесплодие. С повышением температуры всего на 5 градусов Цельсия количество выделяемого токсичного канцерогена увеличивается в полтора раза. Тяжелый труд всегда полит потом. Но чем пахнет труд в одежде из пластиковой бутылки? Парниковый эффект, вызываемый такими тканями, ломает здоровье работника и снижает производительность труда. Выполняя тяжелую работу, человек в синтетике уже через 29 минут начинает уставать, а в хлопковой только через 45 минут. В хлопке тело дышит, в синтетике нет. Подумайте, сможете ли вы ежедневно носить белье и одежду из пластика и чувствовать себя комфортно? Нет. Тысячи рабочих подпишутся под этим. Хватит вкладывать деньги в китайские банки и пластиковые бутылки. Подумайте о своих рабочих. У нас есть достойный ответ. Оденем Россию в современные хлопковые ткани. Это более удобное и традиционное решение. Еще 300 лет назад в родниках промышленник красильщиков основал текстильную фабрику. А в 20 веке, пережив модернизацию, производство стало одним из успешнейших в Европе. Комбинат снабжал своей продукцией оборонку, угледобывающую, металлургическую, атомную и другие отрасли и продолжает успешно работать. Родники текстиль — одно из крупнейших текстильных предприятий в Европе. Производственный комплекс занимает площадь, равную 7,5 футбольным полям. За последние 5 лет в модернизацию производства было вложено более полутора миллиардов рублей. Только за последние 10 лет предприятие выпустило 360 тысяч километров тканей, что практически равняется расстоянию до Луны. Мы делаем хлопковые ткани с необходимым набором защитных свойств — водой нефтеотталкивающих, антистатических, огнестойких и пыленепроницаемых. Каждый выпущенный метр ткани проверяется в собственной испытательной лаборатории. Только после этого ткань сертифицируют и выпускают в продажу. Поэтому наши ткани превосходят по ряду характеристик ткани из Европы, а стоимость их в полтора раза ниже. Только надежные и качественные ткани и решения на основе хлопка. Гарантируем, за спецодежду из тканей «Родники текстиль» ваши работники будут благодарны вашему предприятию. А мы будем благодарны за этот выбор именно вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!